Автомобиль, скутеры, велосипеды. Эти средства передвижения составили главный призовой фонд общегородского смотра конкурса «Чистый двор». Сегодня в правительстве области были подведены его итоги. Репортаж Романа Четверякова. Данному конкурсу пошел четвертый год, и с каждым разом экспертам все труднее становится принять решение относительно его победителей. Желание видеть вокруг себя благоустроенную и ухоженную территорию возникает даже у организаций и предприятий. Поэтому для них отвели отдельные номинации. Всего их было пять. Помимо традиционных «Лучший двор» и «Лучший дворник», на заметку брались и творческие инициативы, исходившие от ТОСов. Как оказалось, наибольшее впечатление на комиссию произвел домашний дворовой уют, созданный жильцами в не самых густонаселенных районах города. Эта номинация, она как раз и говорит о том, что каждый двор, каждый подъезд, объединившись, собравшись, потратив совсем-совсем немного усилий и средств, может условия для проживания сделать намного комфортнее, чем сейчас. Список победителей конкурса «Чистый город» определился еще в конце октября. Приглашение в областное правительство стало для них своеобразным преддомогодним подарком. Конкуренция в этом году среди соискателей на дипломы и денежные премии была, как никогда, острая. И стать лучшим означало не просто ежедневно заботиться о чистоте. Если мы будем пытаться соревноваться, кто быстрее намусорит или кто быстрее его берет, власть всегда будет проигрывать. Поэтому я считаю, что наша совместная задача заключается в том, чтобы мусорить и в Кирове, и в Кировской области было неприлично и немодно. Чтобы именно такой стиль мысли и поведения вырабатывался у жителей и региона, и областного центра. Как всегда, основная интрига была связана с объявлением имени лучшего дворника. Из представленных управляющими компаниями 39 кандидатур в число избранных попало шестеро. Но только одному из них было суждено сесть за руль новенького автомобиля. Главный приз от фонда поддержки инициатив губернатора достался Алексею Старикову, обслуживающему один из домов на проспекте строителей, где он сумел за каких-то три года создать образцовую территорию для проживания. Жители моего дома, например, они стараются поддерживать порядок, который я делаю. Помогает также моя мама, плюс управляющая компания поддерживает. То есть предлагают свою помощь в субботнике, организовываем, жители поддерживают это же все. Что касается планов на будущий конкурс, то у городских и областных властей есть определенные задумки. Всех секретов раскрывать не стали, но обмолвились, что постараются больше обращать внимание на цветники. Роман Четверяков, Вячеслав Голиков, Вести Киров.